Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник биологии, введение в биологию, пятый класс, за авторством Плешакова, Сонина, издательство Дрофа, ОМК Живой Организм. Параграф 31. Здоровье человека и безопасность жизни. Здоровье человека называют самым главным его богатством. Здоровому все здорово, гласит пословица. Не случайно при встрече мы говорим друг к другу «здравствуй» или «здравствуйте», то есть мы желаем человеку самого главного – быть живым и здоровым. Но для того, чтобы это пожелание сбылось, человек должен и сам немало постараться. Вспомним еще одну пословицу «здоровье не купишь, его разум дарит». Действительно, можно бездумно растратить и потерять даже самое крепкое здоровье, а можно его сохранить на долгие-долгие годы, даже если изначально здоровье было достаточно слабым. Главное – четко следить за собой и понимать, что вредные привычки недаром называются вредными, что необходимо держать диету, избегать вредных привычек и вести здоровый образ жизни. И всего этого уже будет достаточно, чтобы не отдавать врачам гигантских денег и не работать на аптеку. Здоровье человека в огромной степени зависит от его образа жизни. Нужно приучить себя вести здоровый образ жизни, то есть постоянно соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья. Главные правила здорового образа жизни уже известны вам из начальной школы. Какие? Соблюдайте чистоту, правильно питайтесь, сочетайте труд и отдых, больше двигайтесь, не заводите вредных привычек. Поговорим подробнее о вредных привычках. Самые опасные из них – курение, употребление алкогольных напитков, причем употребление неограниченное. Если ваши родители, например, раз в месяц выпивают один бокал шампанского или одну рюмку водки, то, извините, это хоть и употребление алкоголя, но вредным его назвать нельзя, потому что раз в месяц организм с этим спокойно справится. А вот если каждый день, извините, бутылку водки, вот это уже очень и очень плохо. Это уже неумеренное и крайне вредное употребление алкоголя. Кстати, бутылка пива раз в день – это тоже крайне и крайне вредно. Если уж вам так хочется выпить чего-нибудь алкогольного, выпейте кваса или кефира. Они тоже содержат определенный, очень небольшой объем алкоголя. Но, во всяком случае, они хотя бы будут намного более полезными. И даже если вы будете каждый день пить кефир, несмотря на содержание в нем какого-то количества спирта, никакого вреда своему здоровью вы, конечно же, не нанесете. Если, конечно, не будете пытаться по 10 литров этого кефира в день выпивать, но вряд ли кому-то это может понадобиться в таких объемах. Так вот, также очень вредным, смертельно вредным являются наркотики. Человек, подверженный этим привычкам, постоянно вводит в свой организм вещества, разрушающие этот организм и, следовательно, здоровье. Например, при курении сигарет, вредными являются никотин и вещества, образующиеся при сгорании табака. В табачном дыму содержится свыше 4000 химических веществ, очень многие из которых чрезвычайно вредны. На одном из рисунков на предыдущей странице показаны легкие двух людей, курящего и некурящего. Сравните их. В легких курильщиках вязким слоем оседает смола, табачный деготь. От заболеваний, вызванных курением, в мире умирает около 2,5 миллионов человек в год. Причем табачный дым опасен даже и для некурящих людей, которые просто стоят рядом. Именно по этой причине в России, например, курение в общественных местах запрещено. Вредные привычки начинаются с малого. Кто-нибудь будет уговаривать вас всего лишь попробовать сигаретку, спиртное, наркотик, или сам покажет пример. Не поддавайтесь таким уговорам и не следуйте дурному примеру. Избавиться от вредных привычек очень и очень трудно. Гораздо разумнее их не заводить. Здесь я от себя добавлю, что в плане алкоголя, боюсь, что здесь будет несколько сложно сделать. К сожалению, алкоголь, так сказать, сопровождает человека всю человеческую историю. Поэтому, если вы хотите нормально жить, необходимо прежде всего знать свою норму алкоголя. Конечно, в пятом классе это еще очень рано знать. Но в будущем знайте, что в принципе, как я уже сказал, раз в месяц рюмка какого-то алкоголя – это не смертельно. Но вот если каждый день вы уже уничтожаете свое здоровье. И не важно, пиво это или водка. Даже пиво каждый день – это уже уничтожение вашего здоровья. Помните об этом. Здоровье и сама жизнь человека часто зависят от того, соблюдает ли он правила безопасности в различных ситуациях. Следовать этим правилам необходимо и дома, и на улице города, и во время отдыха в природном окружении. Многие из них вам уже известны из начальной школы. Поговорим о правилах безопасности поведения при сильном ветре, грозе, граде. Сильный ветер может быть очень опасен. Он валит деревья и обламывает ветви, срывает рекламные щиты и крыши строений, обрывает электрические провода, может повалить башенный кран, унести с балкона и разбросать вещи. Все это нередко приводит к ранениям и даже гибели людей. Очень сильный ветер называют бурей, самый сильный ураганом. Если во время сильного ветра вы оказались дома, плотно закройте окна и двери, перейдите в комнату, где меньше всего окон. В сельской местности лучше укрыться в отдельно стоящем погребе. Если вы оказались на улице или в природном окружении, укройтесь в ближайшем прочном здании, подвале, канаве, овраге. Не прячьтесь под деревьями, это опасно. Следите за тем, чтобы не наступить на оборванный электрический провод. Когда ветер стихнет, не спешите сразу выходить из своего укрытия. Через несколько минут порывы могут повториться. Во время грозы, как вы знаете, опасность представляют удары молний. Подсчитано, что в каждую секунду на Земле возникает около 100 молний. Обычно молнии ударяют высокие предметы, поэтому нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно отдельно стоящими. Можно переждать грозу в зарослях кустарника, в яме или траншеи. Если гроза застала вас на горном склоне, постарайтесь как можно скорее спуститься вниз. Во время грозы нельзя купаться. Вода очень хорошо проводит электрический ток, поэтому молнии часто ударяют в водную поверхность. Хорошо проводят ток и металлы. Вот почему при грозе нельзя находиться возле металлических предметов, заборов, решеток. Нельзя прикрываться от дождя металлическими изделиями, например, ведром, тазом, железным листом, и даже просто держать их в руках. Был случай, когда молния ударила в большой металлический бидон, который несли за ручки два человека. К счастью, оба остались живы, но попали в больницу в тяжелом состоянии. Град. Это одна из разновидностей осадков. Градины – это комочки снега и покрытые корочкой льда. Да, чаще всего они округлой формы, величиной не более сантиметра. И вот тут я сразу же даю дополнение. Чаще всего действительно градины не более сантиметра. Но, к сожалению, климат в последние годы меняется, и все чаще фиксируются градины до 5 сантиметров. А эту уже, извините, очень и очень много. 5-сантиметровая градина с легкостью пробьет стекло автомобиля, помнет железную крышу у этого автомобиля. Могут, правда, с большой высоты, пробивать даже шиферную крышу обычных отдельно стоящих домов. Так что здесь во время града, конечно, стоит быть достаточно осторожным. Иногда градины бывают достаточно большими. Ну, очень, очень редко они могут достигать веса даже в килограмм. Но это совсем уж исключение. Отмечено немало случаев, когда от града погибали домашние животные. Однажды градины массой 3 килограмма убила слона. Понятно, что град опасен для людей. Поэтому при его начале нужно как можно быстрее спрятаться под крышей, в здании, под навесом автобусной остановки, в машине. При этом, если град крупный, то в машине лучше все-таки особо не прятаться. А вот на автобусной остановке можно. Там, как правило, делаются металлические крыши. И они все-таки достаточно прочные. Градины, ну, рада, что эти совсем уж какие-то громадные будут, смогут пробить металлическую крышу. Но, как правило, градины более даже полукилограмма весом, или даже в полкилограмма, это уже такое огромное исключение, что, извините, это очень редко. На территории России таких, по-моему, особо-то и не фиксировалось. В природе вам могут встретиться опасные животные, растения и грибы. Конечно, опасность представляют крупные хищники, волк, тигр, бурые белые медведи. Но встреча с ними в природе для большинства людей маловероятна. Скорее всего, она произойдет в зоопарке. Здесь вы в безопасности, если соблюдаете правила. Не заходить за ограждение, не подходить близко к клеткам животных, не просовывать руку сквозь прутья, решетки. Находясь на природе, нужно соблюдать осторожность, чтобы избежать укусов или уковов ядовитых животных. О некоторых из них вам рассказывают на следующем развороте учебника. Из начальной школы вам известны многие ядовитые растения и грибы. Вспомните их. Никогда не берите в рот плоды или другие части растений, если хоть немного сомневаетесь в их съедобности. Никогда не собирайте грибы, которые вызывают у вас хоть малейшее сомнение. Выполнение правил безопасности убережет вас от множества неприятностей и бед, но все же не сможет полностью исключить каких-то несчастных случаев. Вот почему важно научиться оказывать себе и другим первую помощь, особенно при кровотечении и травмах. При кровотечении обработайте кожу вокруг раны настойкой йода. То есть обратите внимание, не надо заливать саму рану йодом. Надо обработать кожу вокруг раны йодом. Саму рану закрыть чистой марлевой салфеткой или кусочком бинта. После этого наложить давящую повязку, то есть проще говоря, туго забинтовать. Запомните, если кровотечение не останавливается, необходимо вызывать скорую помощь, ну или самим на такси быстро добраться до больницы. Распространенным видом травм является растяжение связок. Представим, что человек подвернул ногу. Вокруг пораженного сустава появляется припухлость, возникает сильная боль. Научимся оказывать первую помощь при растяжении связок. Необходимо налить в резиновую грелку или полиэтиленовый пакет небольшое количество холодной воды и охладить с их помощью поврежденный сустав. Это нужно делать в течение 15-20 минут. После этого сустав туго забинтовывается. Ну и если уж совсем скверно, вызывается скорая помощь. Как правило, при растяжении не обязательно вызывать скорую помощь. Если рядом есть взрослые, они вполне могут сами вам прекрасно с этим помочь. Но вот эластичный бинт для того, чтобы туго забинтовать при растяжении, вполне может пригодиться. Ядовитые животные и растения. Внимание! При поражении любым ядовитым животным или растениям, нужно как можно скорее обратиться в нормальное медицинское учреждение. Кто относится к ядовитым, например, животным? Тарантул – это крупный паук, который обитает на юге России. Его укус опасен, но, к счастью, не смертелен для человека. Каракурт – это единственный в России паук, укус которого смертелен для человека. Он, кстати, очень широко распространен в Средней Азии. При укусе каракурта рекомендуется немедленно прижечь укушенное место горящей спичкой. От этого яд паука разрушается. И как можно скорее обратиться в больницу? Скорпион – это ядовитая паукообразная. Укол его жала опасен для человека, но смертельные случаи бывают редко. Скорпионы, опять-таки, встречаются в южных регионах нашей страны. Под южными регионами имеются в виду южные регионы Астрахани, недалеко от Кавказа, Кубань, Ставрополь. Каракурты вроде как встречались даже в районе Самары. Изменение климата делает лето более жарким, и ядовитые пауки начали продвигаться дальше на север. Что, конечно же, вызывает сильные вопросы, потому что население, например, в Самаре с каракуртами никогда не встречалось. И, естественно, что многие просто не знают, что этот паук смертельно ядовит. Так что, если вдруг вы видите где-то в лесу какого-то ярко раскрашенного паука, изначально черного, но с ярко-красным узором, будьте очень осторожны и лучше обойдите этого паука. Хотя, в принципе, сам паук, как правило, вас трогать не будет. Зачем ему это? Осы и пчелы – жалящие насекомые. Их яд может быть опасен, когда человеку жалят сразу много ос или пчел. Это случается, если разворошить осиное гнездо или неосторожно вести себя на пасеке. У некоторых людей бывает тяжелая аллергия на осиный и пчелиный яд. И, в любом случае, конечно, укусы ос и пчел достаточно неприятные и болезненные. Гадюка обыкновенная. Самая распространенная на всей территории России ядовитая змея. Разве что где-то на самом севере ее нет. По свидетельству врачей, ее укусы редко приводят к гибели людей. Однако, очень важно своевременно обратиться в медицинское учреждение для того, чтобы вам ввели антидот, то есть противоядие от яда гадюки. Морской дракончик – это небольшая рыба, окруженная ядовитыми шипами. Они расположены на жаберных крышках и в спинном плавнике. Ее можно встретить в Средиземном, Черном, Балтийском морях. Морские дракончики прячутся у дня, зарывшись в грунт. Если их потревожить, могут напасть и вонзить в тело человека ядовитые шипы. Укусы их очень опасны, иногда приводят к смертельному исходу. Поэтому внимательно слушайте правила безопасности при поведении на пляже во время отдыха. Как правило, на обычных пляжах, где-то на Черноморском побережье Кавказа, в районе Крыма, там спасатели следят за тем, чтобы ничего сильно опасного на этих пляжах не было. Но все-таки внимательно слушайте, что говорят спасатели. Скат хвостокол или морской кот – это крупная рыба, обычно около 1 метра длиной. Встречается, в частности, в Черном море, зарывается в песок на мелководье. Если человек наступит на ската, тот нанесет сильный удар хвостом, на котором находится ядовитый шип. Укол этого хвоста очень опасен. Но опять-таки, на проверенных пляжах, там, как правило, эти рыбы особо не сидят. За этим сидят специальные службы, которые обеспечивают безопасность этих пляжей. Борщевик сосновского – это гигантское травянистое растение высотой до 2 метров и более. С крупными соцветиями зонтиками. Растет на полянах, лугах, вдоль дорог. При попадании на кожу сока борщевика возникает воспаление. Кожа становится очень чувствительной к солнечным лучам. Появляется ожог от обычных солнечных лучей. Интересно, что некоторые другие виды борщевиков совершенно безобидны. Разлечить их довольно трудно, поэтому лучше держаться подальше, даже от всех похожих на борщевик сосновского растения. К сожалению, это растение встречается практически на всей территории России. Богульник болотный. Невысокий кустарник. На болотах часто образуют густые заросли. Запах этого растения одурманивает человека, вызывает слабость, тошноту, рвоту. Нужно быть очень осторожным, собирая ягоды там, где растет богульник. Послен сладко-горький и послен черный. Широко распространенные растения. У них ядовитые зеленые части и незрелые плоды. Вопросы и задания. Обсудите в классе, что такое здоровый образ жизни. Ну, здоровый образ жизни включает в себя довольно-таки много разных признаков. К примеру, отсутствие вредных привычек. Желательно занятия каким-то спортом. Не профессионально, а, например, ну, хотя бы минут 20 в день посвящать пробежки, делать разминку, зарядку. Разумеется, здоровое питание, правильное чередование работы и отдыха. Все это относится к здоровому образу жизни. Чем опасно курение, употребление алкогольных напитков, причем неумеренное употребление, употребление наркотиков, причем наркотики в любом виде, даже однократный прием наркотика, уже оказывает негативное влияние на здоровье. Причем сильное негативное влияние. Так что будьте очень осторожны и ни в коем случае не связывайтесь с наркотиками. Естественно, что все эти три вида вредных привычек разрушают ваше здоровье. И самое страшное, они вызывают привыкание к этим вредным привычкам. Самое страшное привыкание вызывают наркотики. Отказаться от наркотиков очень сложно. Почему курящий человек не может быть хорошим спортсменом? Для хорошего спортсмена необходимо правильное дыхание. Но курящий человек разрушает свои легкие. Естественно, что эти легкие перестают работать полноценно. Они перестают в полном объеме обеспечивать организм кислородом. Поэтому, естественно, что заниматься спортом такой человек будет с очень плохими результатами. Ведь ему попросту будет во время, например, бега не хватать кислорода. Он будет, ну не то чтобы задыхаться, но будет присутствовать отдышка. Объясните, по какой причине запрещено водить автомобиль в нетрезвом состоянии? Дело в том, что в нетрезвом состоянии сильно снижается реакция и размывается восприятие. Из-за чего человек может совершать совершенно неадекватные действия. И при этом еще и может управлять, так сказать, не контролировать свое движение. То есть, если трезвый человек ведет машину прямо, то нетрезвый может буквально вилять на машине по дороге, хотя ему будет казаться, что он едет абсолютно ровно. Все это, естественно, создает страшную опасность для всех остальных участников дорожного движения. В том числе и для пешеходов. Поэтому будьте осторожны. Почему опасно, очень опасно даже пробовать наркотики? Потому что даже однократный прием вызывает, во-первых, чувство эйфории, а во-вторых, практически мгновенное привыкание. Отказаться от наркотиков очень сложно. А вот привыкнуть к ним очень и очень легко. Наркотики разрушают здоровье, разрушают работу, разрушают семьи. В общем, наркотики разрушают практически абсолютно все. Поэтому кто бы вам не предлагал, какие бы сказки о том, что ничего не будет, просто попробуй, это классно, это весело, не верьте. Это не классно, это не весело, это очень страшно, грустно, больно и очень болезненно, потому что в итоге это все приводит к смерти. Ни в коем случае не связывайтесь ни с какими наркотическими веществами. Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым? Я могу отвечать за себя и за себя могу ответить, да, так как у меня нет вредных привычек, я занимаюсь спортом, я чередую отдых и работу, да, можно. Ну а вы должны ответить уже на оба этих вопроса сами для себя. Какие правила безопасности надо соблюдать? При сильном ветре. Ну при сильном ветре, конечно, желательно укрыться в каком-то относительно защищенном месте. Если вы уж оказались совсем на открытом пространстве, то, естественно, желательно лечь, причем желательно в какое-то углубление, так, чтобы летящие какие-то обломки при очень сильном ветре, то есть имеется в виду очень сильный ветер, чтобы эти обломки вас не задели. То есть если на улице просто сильный ветер, то можете, так сказать, идти. А вот если ветер, из-за которого вы уже идти не можете, он роняет вас на пол, то здесь, конечно, придется пережидать. Так, что нужно делать при грозе? Ну при грозе желательно, конечно, укрыться где-нибудь в помещении, опять-таки. Но если вы, опять-таки, оказались на открытом пространстве, желательно укрыться в кустарнике, но ни в коем случае не укрываться возле одиноко стоящих каких-то высоких конструкций. Одиноко стоящих деревьев, да и в целом возле деревьев лучше не укрываться. И желательно убрать подальше куда-нибудь металлические различные вещи. Дело все в том, что опасным может быть даже простая металлическая цепочка с крестиком. Были случаи, когда молнии ухитрялись бить в эту цепочку с крестиком, потому что это металл. Конечно, редкие случаи, но они тоже были. То есть практически любой металл во время грозы может оказаться достаточно опасным. Поэтому, если гроза, можете укрыться в автомобиле. Даже если молния попадет в крышу или в капот автомобиля, особенно если автомобиль выключен, ничего не случится с этим автомобилем. Он совершенно спокойно все это переживет. Естественно, что если вы находитесь дома, гроза тоже вам практически никакого вреда нанести не сможет. Что делать при граде? Но опять-таки укрыться под каким-то, желательно, укрытием. Причем желательно таким металлической крышей укрытием, потому что пробить металлическую крышу будет достаточно сложно. А вот в автомобилях может быть сложно. Дело в том, что некоторые градины могут быть крупными, и они могут разбить, например, лобовое стекло автомобиля или заднее стекло. Так что будьте осторожны. Так, и какие животные опасны для человека? Ядовитые животные, крупные хищники опасны для человека. Как избежать этой опасности? Ну, разумеется, не стоит в одиночку гулять по лесу, если в этом лесу могут быть какие-то крупные хищники. Ну, а если уж вы гуляете, то поищите в интернете правила безопасности при встрече с крупными хищниками. Но, опять-таки, так как вы еще только в пятом классе, не стоит вам в одиночку гулять по каким-то крупным лесам. Только в сопровождении взрослых. Вот и все. Назовите изображенные на рисунке растения и грибы. Чем они опасны для человека? Все эти растения и грибы являются ядовитыми. Либо их запах, либо их плоды. Они могут вызывать отравление. То есть, если с запахом, это, конечно, богульник болотный, но это совсем уж неприятная вещь. То есть, оказавшись на болоте и почувствовав такой запах, вам стоит как можно скорее покинуть это место, пока не стало совсем уж плохо. Ну, а все остальное, как говорится, не стоит срывать в лесу ягоды, если вы не имеете 100% уверенности в их безопасности. Ни в коем случае не срывайте их. Ну, а поганка, мухомор, более чем известные грибы, тоже смертельно ядовиты. Особенно опасны поганке. И к ним вообще лучше особо не прикасаться. Мухомор тоже вызывает очень сильное отравление. Так что, будьте осторожны. Как оказать первую помощь? При кровотечении. При кровотечении самое главное. Не пытайтесь заливать саму рану йодом. Обработайте поверхность вокруг раны йодом. Именно вокруг нее. Саму рану не заливайте. После этого сложите простой бинтик и туго забинтуйте опять-таки тем же самым бинтом. Вот и все самое простейшее. Если кровотечение не останавливается, немедленно обращайтесь к врачу. Либо вызывайте скорую, либо сами немедленно обратитесь в ближайший травмпункт, где вам окажут всю необходимую и уже профессиональную медицинскую помощь. При растяжении связок. Ну, как правило, необходимо охладить это место, где произошло растяжение. То есть, приложить, например, ну просто в полиэтиленовый пакет набрать воды или, например, в стеклянную банку набрать воды, холодной воды. Если есть лед, то и насыпать лед туда. И приложить к поврежденному месту. Через некоторое время произойдет охлаждение. После этого туго забинтовать. Если совсем уж больно, то можно обратиться опять-таки в больницу или травмпункт и таким образом получить всю необходимую медицинскую помощь. Что мы узнали из этого раздела? По мнению ученых, человек появился на Земле около двух миллионов лет назад. Это был так называемый человек умелый. Его предками считают вымерших обезьян, которые обитали на деревьях в тропических лесах Африки, а затем перешли к жизни на открытых пространствах. От человека умелого произошел вид «человек прямоходящий», а от него человек разумный, к которому относимся мы с вами и все живущие ныне люди. На протяжении своей истории человечество не только познавало природу и открывало новые земли. Люди использовали природные богатства и при этом значительно изменили окружающую среду. Для того, чтобы справиться с экологическими проблемами, человечество должно решить многие задачи, важнейшие из которых – сохранение биологического разнообразия на Земле, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Самое главное – богатство человека, его здоровье. Для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье, необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать правила безопасности, уметь оказывать себе и другим первую помощь. Основные понятия темы. Человек умелый, человек прямоходящий, человек разумный, неандерталец, кроманьонец, экологические проблемы, биологическое разнообразие, опустынивание.